Артисты компании Росгосцирк и шоу «Бурлеск» всемирно известного продюсерского центра Королевский цирка Гия Эрадзе до 2 мая находятся на гастролях в Нижнем Новгороде. И пользуясь этой возможностью, артисты решили доехать до места захоронения Маргариты Назаровой, которая много лет жила в нашем городе. Похоронена Маргарита Петровна на Федяковском кладбище. Субботник на ее могиле и в изложении цветов артисты проводят в преддверии Всемирного дня цирка, который отмечается 17 апреля. В преддверии праздника Росгосцирк проводит череду торжественных мероприятий по всей стране. Напомним, в 2017 году Нижегородскому цирку было официально присвоено имя знаменитой дрессировщицы. Есть Нижегородский цирк имени кого? Безусловно, только Назаровой, потому что другой личности такого мэтра нет. Это абсолютно искренне. Если даже дирекция цирка примет как традицию привозить каждый коллектив, который приезжает на гастроли в Нижний Новгород, просто ради уважения к легенде цирка и возложить цветочки, зажать лампадочку, будет, наверное, правильно. Комедия «Полосатый рейс» увидела свет в 1961 году. И вот уже более полувека радует телезрителей. В отличие от современных фильмов, «Полосатый рейс» снимался без спецэффектов. На экране блистает первая в мире женщина-дрессировщица тигров. Уникальный стиль выступлений Маргариты Назаровой полюбился миллионам зрителей, а ее яркие образы и по сей день по праву являются эталоном профессионализма для артистов цирка. Русский цирк, советский цирк всегда был лучшим в мире. И вдохновляясь именно таким примером, как Маргарита Назарова, наши молодые артисты вдохновляются, эпитируют, ставят новые номера. Наталья Лисова, Алексей Калякин. Время новостей.